Приветствую вас. Вопрос касается отношений. Значит, у автора вопрос-вопроса были проблемы в отношениях с своим молодым человеком. Ух ты! На, собственно, момент, когда были эти проблемы в отношениях молодого человека, по словам автора вопроса, значит, общался со своей подругой. Вот. То есть, ну, с другой девочкой, да? Вот. И, собственно, из-за чего у автора вопроса случился нервный срыв. Вот. Теперь отношения возобновляются, но автор вопроса настаивает на том, чтобы в каком-то смысле эта девушка была полностью... исключена из круга общения ее пьян. Потому что она боится повторения нервного срыва. Вот. Значит, и спрашивает вот некоторые моменты, да, ну, некоторые вопросы задаю, которые, собственно, и хотелось бы сейчас рассмотреть. Ошибаюсь ли я в своих утверждениях? На самом деле он сделал это не чтобы просто сделать, а правда, потому что решил, что это важно. Вот. Имеется в виду решение вместо блокировки просто удалиться из всех соцсетей. Скажу честно, я не знаю. То есть это вот, я думаю, что это был такой самый корректный ответ. Вот. Потому что мы не можем говорить за других людей. Это было бы, пожалуй, некорректно, во-первых. А во-вторых, это вот хотите верьте, хотите нет, да, но это никак не решит проблему вашей неуверенности в себе и проблему того, что вы не доверяете своему молодому человеку. Вот. А также это никак не решит проблему того, что вы в себе сомневаетесь. Вот. Поэтому ответ на этот вопрос вам в этом смысле ничего не даст, кроме того, говорить за других лиц является нарушением профессиональной этики. Может мне вообще не стоит давать этим отношениям шанс, учитывая, что он не хочет попрощаться с какой-то бабой, с которой на минуточку общался раз в год. Ну, понимаете, если бы это была такая незначительная фигура, вряд ли бы вы стали настаивать на том, чтобы он с ней расстался. То есть вы здесь сами себе противоречите в какой-то степени, вот, потому что вы говорите, что он, ну, вот он общался с ней, значит, редко, да, вроде бы, но в то же время вы сами настаиваете на том, чтобы он её удалил. Потому что вы увидели в переписке что-то, что вам показалось неприемлемым. То есть, опять же, да, вы не обсудили, условно говоря, это с молодым человеком, да, не выслушали его. Обратная связь на то, что вам показалось неприемлемым. А вот, а вы просто в данном случае, вот, ну, как бы требуете, вот, человека, чтобы он сделал так, как вы хотите, вот, тем самым, как бы, значит, ну, подтверждая, что, что вас он любит сейчас. Вот, то есть это вот такой номер. Если я просто продолжаю себя накручивать, как перестать это делать, перестать сомневаться и волноваться, всё это может повториться заранее. Спасибо за ответ. Ну, в первую очередь поработать со страхами, с ревностью, с, как я уже сказал, с неверностью в себе. Вот, потому что на самом деле отсутствие девушки не решит проблематику ваших с молодым человеком деструктивных отношений, скажем так. Вот, поэтому, я думаю, что, ну, как бы над собой поработать вам нужно. То есть, грубо говоря, грубо говоря, заняться личной терапией и личным, ну, личностным ростом и развитием. Вот, я бы так сказал, конечно, при том условии, что вы этого хотите. То есть, если вы хотите этого, то да, можно вот, это можно и нужно сделать. Если нет, если вы, ну, опять же, вот, вы говорите, да, если я всё-таки себя накручиваю, то есть, вот, это вы вот говорите, опять же, из какого состояния, то есть, вы какая, когда это говорите, что если я себя накручиваю? У вас есть сомневаетесь? Вы сомневаетесь? Вот, или вы это говорите, ну, ну, просто, чтобы вот, просто, чтобы, ну, чтобы все варианты рассмотреть, да? Вот, то есть, тут вот такая довольно, довольно неоднозначная получается ситуация, и у вас ревность, а вы боитесь, вот, и... С одной стороны, есть запрос ваших ценностей, вот, есть обратная связь молодого человека по поводу этих ценностей, которые мы, ну, которые мы, не знаю, и есть вопрос именно, вот, ну, конкретно, вопрос ваших, ну, скажем так, страхов. И это моменты всё достаточно серьезные, это всё моменты достаточно важные, это всё моменты достаточно значимые. Вот, я не думаю, что можно с этим обращаться вот так. То есть, вполне вероятно, что у ваших, ну, у ваших переживаний есть основания. Вполне вероятно. Вопрос только в том, что в них же содержится и история ваших собственных конфликтов. Вот. А именно, вот, неуверенность в себе, болезненная потребность во внимании и... Ревность, вероятно, страх одиночества и так далее. Вот, в принципе, да, то, что я мог бы вам сейчас сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. А если молодой человек считают это проблемой, вы можете вместе с ним обратиться за помощью к психологу и провести, значит, своего рода семейную, ну, семейную, да? Ну, семейную консультацию. Вот. А я думаю, вот, такой момент скажу, что я думаю, что никто не может... оказываться перед необходимостью выбирать. То есть я думаю, что никто не может и не должен оказываться перед необходимостью выбирать, ну, грубо говоря, между... кем-то и кем-то. Вот. Я думаю, так. А вы, вот, ну, у вас вот в данном случае есть определенное противоречие, да, которое вы описываете. Вот его нужно разрешить. То есть какое, какое реальное значение этой девушки. Вот. Именно реально. На этом все. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на слабую работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Обращайтесь! Подписывайтесь! Продолжение следует...